В Екатеринбурге 64-летняя водительница Форда Фокус сбила 50-летнего велосипедиста. От полученных при падении и ранении мужчина скончался. Авария произошла в четверг вечером в Верхесецком районе Уральской столицы у дома номер 11 по улице Крауля. Как сообщили в областной госавтоинспекции, мужчина передвигался на электровелосипеде по тротуару вдоль улицы Крауля от токарей в направлении Репина и был сбит автомобилем, двигавшимся в попутном направлении и совершавшим правый поворот во двор дома. Удар, судя по повреждениям авто, был незначительным, однако при падении мужчина разбил голову о дорожной пореприке. Велосипедист скончался во время оказания ему медицинской помощи. В госавтоинспекции воздерживаются назвать виновника этой аварии до завершения расследования. С одной стороны, вина водительницы Форда очевидна. Правила дорожного движения однозначно предписывают водителям при повороте во дворы или на прилегающую территорию пропускать абсолютно всех других участников движения – пешеходов, велосипедистов, водителей средств индивидуальной мобильности. Но с другой стороны, при осмотре электровелосипеда было установлено, что максимальная мощность его электродвигателя составляет 350 Вт, что выше максимальной мощности средств индивидуальной мобильности на 100 Вт, а значит, этот электровелосипед подпадает под категорию мопедов. Мопедам же, как известно, двигаться по тротуарам запрещено. Однако есть нюансы. Мопедам правила дорожного движения называют двух- или трехколесное механическое транспортное средство, а механическим транспортным средством те же правила называют такое средство, которое приводится в движение двигателем. Таким образом, если электровелосипед движется за счет двигателя, это сим или мопед в зависимости от мощности, а если нет? Известно, что многие делают выбор именно в пользу электровелосипедов, как раз потому, что могут приводить его в движение и мускульной силой, и силой электродвигателя. Кончился аккумулятор, качешься дальше за счет ног, а не волочешь свой мопед или самокат через полгорода пешком. Не знаем, были ли прецеденты в практике ГАИ с такими исходными данными. Возможно, это будет в числе первых, ведь уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшим гибель человека, все равно придется возбуждать. А велосипедист не перестает быть велосипедистом, даже если к его раме установлен электромоторчик. Продолжение следует...